Когда команда разработки сама осуществляет мониторинг своих систем, этот мониторинг невозможно переиспользовать никак для бизнеса, для людей из бизнеса. И получается, что это совершенно непрозрачная история для владельца продукта и для проектного менеджера. То есть команда занимается технической поддержкой, тратит на нее много времени, но никто об этом не знает, сколько именно. А ребята из команды разработки отдыхали и ели о любье. И все прям такие, типа, классно, нас не будили, нам не звонили. И я такой, я сейчас его уволю, мне потом нового искать, мне потом нового учить опять. Ну ладно, ладно, ладно. Всем привет, я Андрей Путин. И сегодня у нас в гостях Галина Лазарева, генеральный директор, управляющий партнер компании «Стил», который занимается технической поддержкой IT-продуктов. Галя, привет. Привет. Расскажи немножко про себя, про свою роль, про свои задачи и про назначение своей компании «Кратко». Давай, наверное, начну рассказ с того, что в около-IT-шной сфере я уже 17 лет, прям плотно в IT, 5 лет, где прошла путь от менеджера продажа до рукой телекластера разработки, и еще около полугода работала директором по Customer Success в продукте, связанном с ипотекой, автоматизированный онлайн-сделок для застройщиков. И вот последний год я возглавляю компанию «Стилт», мы занимаемся инцидентно-технической поддержкой. После того, как я побывала по обе стороны баррикад, то есть и на стороне заказчика разработки, на стороне аутсорс-команды, выполняющей разработки, и еще немного нырнула в эту сервисную историю, связанную с удовлетворенностью пользователей конкретным продуктом, появилось очень четкое понимание гигантских временных и финансовых потерь бизнесов и более владельцев продукта, проект-менеджеров и самих пользователей. Наша команда как раз занимается тем, что нивелирует эти потери. То есть инцидентная техническая поддержка – это реакция на любое несанкционированное поведение программы, регистрация его, решение или попытка решения, и передача в команду разработки, если это не решается простыми делегируемыми сценариями. А немного в цифрах. Галя, расскажи, а сколько у вас сейчас проектов техподдержки, сколько у вас специалистов, операторов, как это все устроено? У нас сейчас 16 проектов на технической поддержке, причем из 16 проектов – это 10 основных клиентов, потому что внутри одного клиента очень часто мы ведем несколько проектов по нескольким системам. Мы пока не очень большие, нас 17 человек – это операторы, инженеры, супервизоры. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас говоришь про потери, да, а в чем эти потери и часто ли пользуются продуктованеры этой услугой? Потому что то, как ты рассказываешь, будто бы очень большие, ты сказал, гигантские потери, да, но они есть на рынке. Вот можешь поподробнее рассказать, что это по потере? У меня сейчас есть ощущение, что пока не все продуктованеры и не все IT-компании знают о том, что они теряют в этом месте, и наша, наверное, задача им об этом тоже рассказывать и показывать на конкретных примерах, что касается временных потерь. То есть когда у тебя разрабатывается продукт, есть команда разработки, появляется после внедрения какой-то пул задач, не относящийся к разработке, то есть это техническая поддержка, это написание инструкции, это ответы на вопросы пользователей, это реакция на какие-то небольшие сбои или проблемы. И всем этим чаще всего занимается сейчас команда разработки. Но если послушать там всех экспертов рынка текущего IT-шного, все говорят, на рынке нет высококвалифицированных кадров, кадры стоят дорого, и тем не менее тратят их ресурс на очень простую, понятную операционную работу. И в этом есть временная потеря, снижается time-to-market в разработке, потому что отвлекаемся, тут поправили, там поправили. В этом есть финансовая потеря, потому что у тебя инженер уровня сеньор сидит и битый файлик ищет в системе 5 минут, 100 раз в месяц. Я часто слышу на рынке, что есть бизнес-аналитики, есть системные аналитики, они вроде бы, есть технические писатели, есть даже специальные люди, которые занимаются технической поддержкой. И что же это, ну а почему эта проблема тогда не решается? Из опыта могу сказать, что техническая документация, которую отдает разработка, неважно, бизнес-аналитик это или технический писатель, очень сильно отличается от того, что хочет увидеть пользователь, который не погружен в мир IT от слова совсем. Он всю жизнь отгружал машинки, он логист, он всю жизнь продавал квартиры в ипотеку. Он знает очень хорошо работу по своим процессам. И ему сейчас приводят новую систему, в которой ему нужно научиться работать. Наши инструкции принципиально отличаются тем, что мы пишем их в формате how to, как мне сделать то действие, выгрузить отчет, раз, два, три, нажимай кнопку, скрин кнопки, стрелочка, последовательные действия, которые у людей из IT-сферы могут казаться очевидными, и поэтому в инструкции просто потеряться. Ну, кажется, что такого? Почисти кэш. Просто почисти кэш, и все. Как клиент обычно решает? То есть документация же пользователям нужна, вот без технической поддержки он как это решает? Кто конкретно пишет обычно? На самом деле, если в рынке зайти в любой отдел, который работает с новой IT-системой, можно увидеть все, что угодно. Блокнотик записанный, видеоурок друг другу переданный, или сидит один эксперт какой-то, Вася, которому все приходят, спрашивают, Вася, у меня там отчет не загружается, как его загрузить? И только один единственный знает, как это настраивается, как это конфигурируется и как выгрузить конкретное поле. Но Вася не бесконечен, он болеет, ходит в отпуск там и все прочее, и может вообще покинуть компанию. И когда это происходит, остается огромный пласт неописанной истории, потерянной. Такие пробелы. Так, а почему, а какое решение у вас? Почему ваша документация лучше? Потому что есть специализированные люди, есть бизнес-аналитики, есть технические писатели, есть системные аналитики, есть разработчики, конечно, в итоге, да, есть продукт-менеджеры. И часто на рынке вопрос документации решается вот кем-то из этих людей. А почему ваша документация вдруг становится лучше? Ну смотри, принципиальное отличие документации от аналитика и документации, которую пишем мы, в том, что мы работаем в системе, и мы работаем по написанной документации. Причем это не какой-то конкретный, да, один человек. Вот один человек работает с одним проектом, он все про него знает. Нет. У нас есть процессы, у нас есть сменные операторы, которые работают там по 12 часов, друг друга сменяют. И документация доводится до такого состояния, чтобы у каждого из последующих не возникло вопросов о том, как это работает. Появляются дополнительные вопросы на моменте приемки и переписывания документации. А это что? А это как? А здесь не написано, в какую мне папочку зайти? А здесь там длина файла другая? Или тут не указано, тут не очевидно? И она становится очень детальной, подробной, и она рабочая, потому что с каждыми изменениями в системе, и если там что-то не работает, есть какие-то обходные пути, мы это все доописываем, вносим в кейсы, вносим в базу знаний и работаем с этой документацией 24 на 7. То есть это живой, самообновляемый, ну, люди, людьми обновляемый организм, привязанный к конкретной системе. Ведь собственник, да, или управленец, можно сказать следующее, что, ну, мои люди, они едят у меня и ответят быстрее пользователей, чем какие-то операторы, которым надо еще что-то написать, там, в общем, как бы какие-то там, не знаю, они, может быть, заявку какую-то отформят, еще что-то, а есть свободный, нет свободного, там, и так далее. На самом деле это достаточно частое возражение, с которым мы сталкиваемся, и здесь есть три очень сильных, как я считаю, аргумента, почему техподдержка с этой работой справляется лучше. Первая – это история незаменимости конкретного человека в компании. То есть он там работает 20 лет, да, он все знает, все в себе хранит, ничего никому не отдает, все ходят к нему за консультации, вообще он классный парень. Но это единица человека, который может это место покинуть и унесет вместе с собой все эти классные знания. Вторая история – это скорость решения проблем. То есть мы привязаны деньгами к SLA, к скорости реакции, к скорости решения проблем. Ведь если я занятая, и ко мне подойдет коллега и спросит, слушай, Галь, как отчет сейчас выгрузить мне? Я скажу, подожди, сейчас я там созвон закончу, отчет добью, и потом тебе отвечу, мне сейчас некогда просто. А у него стопится работа там на 3-4 часа. И, наверное, третья история – а точно ли этот человек должен отвечать на все эти вопросы? У него же есть свой основной функционал на работе. Это то же самое, как мы говорили, что разработчики уровня сеньор из базы файлики удаляют, сидят. Ну, вроде 5 минут, вроде 5 минут тут 5 минут, 5 минут там, 5 минут тут. А потом основную бизнес-задачу, которая перед тобой стояла, откладывается на неделю, две и так далее. Это как раз те временные и финансовые потери компании, которые копятся из вот этих вот маленьких брикетиков, странных проблем. То есть я тебя правильно понял, что человек, который занимается своей работой и который знает, как работает система, он всегда может апеллировать к тому, что у меня есть какая-то другая задача, и поэтому я тебе сейчас, то есть фактически отвечаю, приоритетно отвечаются только экстренные пожарные вопросы, а неприоритетные могут просто медленнее отвечаться, на самом деле. Я правильно понял вопрос? Да, и в том числе время реакции. Хорошо, то есть этот человек начинает что, работать быстрее, тот, которого перестают дергать? И быстрее, и продуктивнее, потому что, опять же, если возвращаться к пяти минутам, я пять минут ответила одному, пять минут ответила другому, если посмотреть на это с точки зрения продуктивности, это не пять минут, потому что меня спросили, я подумал, я открыл программу, я провел какие-то действия, предоставил ответ, убедился, что все правильно, что там все заработало. Это уже не пять минут, и мне нужно время, чтобы сконцентрироваться обратно, вернуться к своей задаче. На самом деле это 15, 20, 30 минут. А если таких обращений 100 в месяц, вот вылетает очень интересная история, что я неделю в месяц трачу на ответы коллегам. И то же самое, на самом деле, абсолютно идентично относится и к разработчикам, которые сами поддерживают свои системы. пользователь спросил, или, ой, там, алерт какой-то прилетел, сейчас я быстро посмотрю, пять минут. Быстро посмотрю, быстро поправлю. И таких быстро произошло за месяц на неделю. А после получается то, что вовремя, ну, спринт не закончили, да, там, не все сдали, и фича не выкачана, или она там не совсем корректно работает. А почему? А потому что мы занимались поддержкой, а не разработкой. Я очень часто, кстати, вот недавно прям пришла хорошая аналогия, про хирурга и ассистентов. Никто не задает вопрос, зачем хирургу и ассистент, который подает ему готовые инструменты и следит на мониторинге за показателями у человека. Никто же не хочет, чтобы там хирург резал аорту сейчас и такой, что там в мониторинге сейчас одним глазом посмотрел, посмотрел. И на самом деле техподдержка для разработки и для продуктов это такие же ассистенты, которые помогают сконцентрироваться на важном и забирают на себя всю такую простую операционную делегируемую работу. Но, ты знаешь, я вот такого запроса прямого не слышу. То есть вот на рынке часто история, что продуктовонеры и те, кто и управляется, даже не очень понимают, почему техническую поддержку не должны решать разработчики. Да, почему техническую поддержку не должны, потому что, ну, как бы, они же знают продукт, они могут посмотреть, будто бы это не проблема. Вот ты говоришь про гигантские потери времени, а рынок будто бы не знает эти потери. То есть, как бы, во всяком случае, не слышно про них. На самом деле то, что ты говоришь, что нет прямого запроса, так и есть. У меня есть четкое ощущение, что рынок пока не осознает этой проблемы. Как я и говорил вначале, да, побывав там по обе стороны баррикад, я это вижу, и у нас, как у Стилта, есть задача в том числе рассказать рынку и миру о том, что эта проблема есть, вы просто, может быть, ее пока еще не посчитали, и предложить инструменты, которыми можно это измерить. У нас есть очень крутой кейс, когда мы зашли на e-commerce проект, где три проектных менеджера занимались поддержкой достаточно большого e-кома. То есть, у него там и пункты выдачи заказов, статус доставки, 14 региональных складов. Огромная система. И три проектных менеджера занимаются каждой своей частью, разработкой и параллельной технической поддержкой. Через три месяца смерили показатели. Получилось то, что команда до этого 40 часов в месяц тратила на поддержку, а сейчас он тратит около 10, но не на поддержку, а уже на проработку конкретных, часто повторяющихся проблем с целью их оптимизировать и убрать. А до этого они не спали, не уходили на праздники, дежурили в выходные. А поясни, пожалуйста, а почему управленцы не посчитали это? Почему они не видят этих траток? То есть, когда ты конфортируешь, что не посчитали, а как так может получаться? Получается все очень просто. Это не посчитано, потому что это нигде не зафиксировано. То есть, чем занимается инцидентная поддержка? Она регистрирует каждое обращение, каждое ненормальное поведение. Мы все это фиксируем за месяц и можем предоставить по итогу месяца развернутый отчет, где видно, что вот 30 проблем у нас было со складами, 70 проблем с заказами и с заказами в конкретном месте. Но если ведь поддержкой занимается сама команда разработки, чаще всего они не имеют инструментов для того, чтобы это фиксировать, а потому что в базе быстрее поправить рукой, чем задачу завести. Ну, я задачу буду 3 минуты заводить, и 3 минуты в базе поправлю. И получается, что это совершенно непрозрачная история для владельца продукта и для проектного менеджера. То есть, команда занимается технической поддержкой, тратит на нее много времени, но никто об этом не знает, сколько именно эти задачи, они куда-то размазываются. То есть, получается, условно, следующая история, что разработчик посмотрел в чат, среагировал на алерт, что-то произошло, он, может быть, этот чат почитал, может быть, там еще что-то, может быть, кому-то ответил. Но в конечном итоге время его залогировано, будто бы, для управленца в другую задачу. Не знаю, он сейчас занимается разработкой зеленой кнопки, он вот просто ее чуть дольше закончил, да, и это будто бы не видно. Я тебя правильно понял? Да, все так и есть. То есть, как будто бы ничего не произошло, а получается, что я и задачей не занимался в текущий момент, и время на эту задачу у меня ушло больше. Вот посмотри, ты говоришь, что управленцы не считают это время, да, потому что, на самом деле, это не так просто посчитать, оказывается, да, то есть, как я тебя понял, то посчитать это можно реально только тогда, когда отдать задачи на техническую поддержку, потому что только тогда техническая поддержка все зарегистрирует, посчитает, сделает статистику там и так далее, да. Что сейчас там управленцы делают? Как понять, насколько большая проблема? А то, может быть, управление сейчас скажет, ну да, у кого-то есть, наверное, такие проблемы, но у нас-то нет. Хороший вопрос. Давай так, ну, посчитать это же никто не будет делать, но какие признаки, прямо сейчас, условно, чек-лист признаков, которые сейчас можно, условно, управление сможет сам себе задать, чтобы понять, что на самом деле это и есть признаки проблемы? Самая первая история – это почему, когда мы оцениваем то, что мы уже делали сто раз, мы не попадаем в оценку? Почему есть это расхождение, когда мы тратим больше времени на вещи, которые мы уже делали? Наверное, вторая история – это овертаймы команды и постоянное присутствие там или владельца продукта или проекта, который постоянно на связи и там на рыбалку без ЛТЕ не уедет. Это кажется, что нет процесса, который тебя может заменить в выходные дни, дать тебе возможность отдохнуть и восстановиться. Окей, вот человек понимает, управленец понимает, что на самом деле я не хожу в отпуск, я там на выходные постоянно отвлекаюсь, мне какие-то смс-ки прилетают, там еще что-то, может быть, ночью прилетают, да, я там как-то реагирую, там какая-то отгрузка не произошла, да, я там включаю компьютер, отрываюсь от любимой жены там и так далее, да, и вот в конечном итоге это и есть те признаки. Но это точно те признаки отсутствия техподдержки. Ведь у людей, может быть, выучена беспомощность, да, в отношении с командами разработки, я как, когда общаюсь, да, почему вы не передадите эту техническую поддержку, и команда разработки мне всегда говорит, что эти кейсы уникальны, что, ну, как бы на самом деле только мы можем это поправить. У разработки всегда ответ, что любой кейс уникален, а уникален он лишь по одной той простой истории, что это все, опять же, не зафиксировано, и когда ты увидишь отчет за месяц, ты найдешь там 15 одинаковых уникальных историй. Это одна и та же история под разным соусом. И техническая поддержка как раз и занимается этой классификацией. Классификацией по критичности инцидента и по причине проблем. И то, что ты говоришь, что там управленцы включаются ночью, ну, это прям очень яркий признак, да, управленцы, наверное, должны все-таки включиться тогда, когда все пропало и упало. А простые делегируемые вещи могут делать операторы и инженеры. Ну, вот смотри, управление же тебе скажет следующее, что, ну, слушай, у нас же вот машина встала, машина не отгружается. Это точно критическая ошибка. Это точно значит, что получается? Я не с технической поддержкой проснусь, или с технической поддержкой проснусь? Принципиальное отличие от технической поддержки и жизнь без нее в том, что и критические инциденты очень часто закрываются технической поддержкой. То есть не ушла машина, это вполне возможно повторяющийся один и тот же кейс. Когда мы работаем с большим массивом данных, с большим количеством систем, мы все больше имеем риск встретить неконсистентность каких-то данных. Здесь файлик завис, сюда не пришел, поэтому тут очередь не прошла, и нет документов, чтобы водитель заехал. И это все решается достаточно простыми, описанными инструкциями, которые может выполнить техническая поддержка. Да, это инцидент критичный, у нас есть и СЛИ, в рамках которого мы его решаем, мы его закрываем. Он был, но управленца мы не будили. Мы его решили, мы его закрыли. Или, например, управленец в данном случае не может повлиять на эту задачу. Это может быть проблема колл-центра, это может быть проблема хостинг-провайдера или конкретной инфраструктурной службы внутри клиента. Если мы разбудим управленца, он сделает, в принципе, то же самое. Он пойдет звонить Васе из инфраструктуры или Пете из колл-центра. У нас есть карта эскалации, по которой по данным типам проблем мы поднимаем ответственного за конкретный сервис или департамент или что-то еще. И как бы по факту мы получаем, что да, инцидент был, мы подняли того-то, того-то, он-то решил, пожалуйста, спи, продукт оуэр дальше. Я считаю, что мы еще очень здорово влияем на качество коммуникации внутри команды, потому что, когда мы приходим, часто есть разрозненные команды. Это несколько аутсорс-команд, которые занимаются развитием разных систем. Это может быть техническая поддержка, решение каких-то вендоров, которые тоже присутствуют в периферии, то есть тем, которым мы поддерживаем, плюс колл-центр, плюс колл-хостинг-провайдер, плюс внутренняя группа девопс-инженеров и так далее. И часто даже опытные проектные менеджеры не всегда знают, по какой проблеме кому внутри своей компании, корпорации обратиться. Когда мы начинаем техническую поддержку, мы составляем эту карту эскалации, список ответственных лиц за каждый сервис, кого можно будить ночью, кого нельзя. И часто забираем вообще эту коммуникацию на себя. То есть если это проблема с конкретным сервисом, мы идем к Феде. Если это проблема с вендором, у которого внешняя поддержка, мы сходим к нему или заведем ему заявку в его тикет-системе. А я вот еще слышал, что сравнивают операторов колл-центра, я сам сравниваю, например, с операторами техподдержки. Но есть сравнение в том смысле, что это также работает примерно по тем же принципам. Есть сравнение в том, что, условно, компания работает с каким-то колл-центром, там какой-то скрипт, почему бы и техподдержку, не передать на такой же скрипт. В чем ваша уникальность? Почему, условно, вы не колл-центр? Почему вы не оказываете услуги по, не знаю, еще не звоните с предложениями карты Чинькоффа оформить? Принципиальное отличие технической инцидентной поддержки от колл-центра в том, что у нас в команде, помимо, грубо говоря, операторов, которые работают с типичными заявками, да, они тоже работают по скрипту, обрабатывают по скрипту. Мы работаем с разными, разным набором систем, и у нас есть инженеры уровня L2, которые могут, понимают и знают, как работают и как взаимодействуют между собой системы. У нас есть очень хороший кейс на эту тему, когда мы пришли в компанию, где уже была техническая поддержка, а-ля колл-центр, да, L0. Но по факту получалось так, что эта команда просто пересылает тикеты, просто пересылает, не погружаясь, не собирая аналитику, не посмотрев логи и так далее. То есть, ну, просто передали, просто передали. И смысл такой технической поддержки, наверное, снимается, потому что, ну, проблему-то она не решает, заявки она закрыть не может, в логи слазить, файлики биты и посмотреть. А мы можем. Тут ты рассказала про неэффективность, про невидимые потери команды. А какие проблемы еще техническая поддержка решает? Я могу сказать, что есть история с мониторингом и алертингом, которая болит, ну, наверное, у 90% систем, с которыми мы сталкиваемся. Мониторинг. Я называю его, что мы занимаемся проактивным мониторингом. То есть, когда мы видим взаимодействие нескольких систем и можем понять по снижению некоторых показателей, ну, естественно, что это на старте фиксируется, да, норма, не норма. Но с накопленным опытом внутри проекта мы можем сказать, что там снижение двух или трех параметров в таком диапазоне времени сейчас приведет к какой-то аварии. И можем проактивно на это отреагировать. И когда мы эти кейсы раскапываем, мы их также передаем в команду разработки, и команда разработки там навешивает дополнительный алертинг на этот мониторинг, да, то есть этот кейс произошел в первый раз, а со второго раза мы уже его мониторим полноценно. И вторая история, с которой мы часто сталкиваемся, это либо полное отсутствие алертинга, либо чрезмерный алертинг. То есть захотели предусмотреть все, на каждой чьих системы навесили алерт, и вот они сыплются там 10 тысяч штук в один чат, становятся просто белым шумом, в котором уже не разобрать, что действительно критично, что абсолютно неважно. И риск потерять в таком чрезмерном алертинге конкретную проблему или задачу очень высок. Это первое. Мы собираем информацию по конкретному мониторингу и видим, что в каких-то моментах порог срабатывания, например, слишком низкий, и из-за этого количество алертов увеличивается. Мы понимаем, что до определенного момента это неважно, и мы можем снизить, то есть прийти к разработчикам и сказать, смотрите, ребята, вот раз, два, три, уменьшите здесь, и нужно там подвесить еще алертинг на узкий момент. Мы нашли там, не знаю, пользователи не считаются на входе. У нас была там просадка, например, по визитам, а мы и не увидели этого, пока в мониторинг не зашли. Алерта нету, надо повесить, это важно. Это в вашей бизнес-воронке важный показатель. А как техподдержка может делать мониторинг продукта? Это же разработчики делают мониторинг? Как? Как это происходит? Чаще всего, когда команда разработки сама осуществляет мониторинг своих систем, этот мониторинг невозможно переиспользовать никак для бизнеса, для людей из бизнеса, потому что там есть какие-то технические величины, значения, которые понятны только разработчику. Для бизнеса мониторинг все-таки должен выглядеть как понятная единица в бизнесе, заказы, статусы, деньги, отсутствие или наличие сигнала на текущий момент. И когда это переходит на техподдержку или там в продуктовый отдел, мониторинг переделывается в таком виде. Мы предоставляем аналитику, я говорила про нее, и буду, наверное, много говорить, аналитику всех инцидентов, произошедших в разрезе месяца. Можно посмотреть динамику в разрезе трех и более месяцев. Она подсвечивает как раз ту историю с часто повторяющимися проблемами, которая становится прозрачной и понятной. Из последних кейсов в прошлом месяце мы также ежемесячная рассылка отчетов, и ребята с нашего проекта говорят, слушайте, отлично, мы оказывается тут 19 раз в одном и том же месте запнулись, надо в приоритет поставить эту задачу, а то он у нас там валялся на задворках, потому что мы на нее тратим дофига времени. А было непонятно. До отчета было непонятно. То есть само по себе наличие отчета делает, будто бы позволяет командам лучше приоритировать бэклог исправлений в продуктиве. Все верно. То есть у них есть, грубо говоря, такие продакт-поинты по количеству или обращений, или проблем по конкретной части системы, сервиса или там внутри какого-то департамента, который становится очень понятен, почему нужно взять его в приоритет. Кто целевая аудитория твоего бизнеса? Кто больше всего выигрывает и кто меньше всего выигрывает? То есть какой-то вы идеальный клиент, да? И, может быть, тот, кому ты больше несешь ценности, и тот, кому ты меньше несешь ценности. У нас на самом деле две категории таких клиентов. Первая – это непосредственно компании, которые занимаются разработкой и IT-интеграторы. И вторая – это сами владельцы продуктов в крупной компании. Для компаний-интеграторов мы интересны тем, что мы забираем большую часть операционной работы, их продукты на этапе внедрения подвергаются меньшей критике, меньшему отторжению, и их команда может делегировать нам простые процессы. Соответственно, меньше отвлекается, меньше выгорает, меньше коммуникаций, меньше какого-то негатива принимает на себя, наверное. Для компаний-владельцев продуктов, для крупного бизнеса, мы чаще всего интересны те, у кого есть уже внутри какой-то IT-ландшафт, где есть 10 плюс сервисов, грубо говоря, IT. Причем наибольшая польза заметна, когда мы поддерживаем больше, чем один сервис внутри компании при условии, что они общаются между собой. У нас есть хороший кейс, когда в крупном логистическом провайдере мы начинали поддержку с одного сервиса, сейчас поддерживаем пять, и на этапе возникновения каких-то проблем с обменами мы уже не дергаем команду разработки совсем, потому что мы знаем, что там из сервиса А в сервис Б не ушел. Мы зашли в сервис Б и ручкой отправили в сервис А. Все замечательно, все решилось, все счастливы и довольны. Чаще всего мы начинаем переговоры с продуктами, и постепенно приходим все-таки к СТО, потому что у технического директора, как правило, больше всего проблем с поддержкой этих систем. Чаще всего им отзываются эти боли, это непрозрачность и невозможность выстроить процессы технической поддержки рядом с процессами разработки, потому что это разные команды, это разные процессы, у них разная мотивация, разная система обучения и так далее. То есть когда внутри корпорации, помимо IT-отдела, например, появляется еще и техническая поддержка, это получается еще один отдел со своим жизненным циклом, набором, самоокупаемостью и прочей головной болью. А кто в первую очередь страдает от отсутствия технической поддержки и выигрывает от ее наличия? В первую очередь. Для кого эта проблема прям очевидна? Самое забавное, что первые страдают и чувствуют наличие технической поддержки, это пользователи самой системы. То есть те ребята, которые умеют делать хорошо свою работу, но им еще и вот этого Франкенштейна принесли, сказали, что он больше не пользуется Excel, а теперь работает только в этой системе. Они очень быстро... Ну то есть есть ситуация до, когда пользователи отвлекают команду разработки, пишут в какой-то общий чат, все плохо, ничего не работает, кнопка не нажимается, когда нажимают кнопку, ничего не выгружается. И следующая история... И им отвечает кто-то когда-то. Нету регламентированного. Кто освободился, тот и ответил. А у него проблемы сейчас, им надо сейчас это решать. И когда появляется техническая поддержка, это появляется структура приема этих обращений. Во-первых, пользователь получает свой временный ответ. Во-вторых, это все записано. В-третьих, есть регламент на время решения этой проблемы. И есть еще такое дообучение пользователей. Смотри, Наташа, сегодня у тебя не получилось это сделать. Мы тебе помогли. На будущее ты можешь взять вот этот кусочек на пятой странице с второго параграфа. Здесь прям подробно описано, как ты можешь в следующий раз сделать отчет сама. То есть это уже такая customer success история. А продуктованеры и разработчики будто бы не страдают впрямую. Потому что ты же говоришь, что нет явного спроса на эту услугу. То есть вот такого. А так, чтобы прям все искали техническую поддержку. А как так получается? Я думаю, что это пока не явная такая неподсвеченная проблема именно в отрасли. Потому что, наверное, в нашей отрасли больше всего людей перерабатывает и жестко выгорают, но не понимают почему. Мы хотим заниматься просветительской деятельностью в этой части и показывать, как что можно посчитать и измерить. Продакты тоже, на самом деле, замечают. Когда мы подбиваем какие-то промежуточные итоги в чуть больший период, например, 3 месяца, 6 месяцев, и видим, что снизилась нагрузка на команду. Команда выпустила в срок фичу, которую они планировали. Устранили 40 плюс дефектов и снизили количество инцидентов по этой части. То есть вот эти цифры делают все очень прозрачным и понятным. Тогда ценность доносится быстрее. Но самый первый эффект, обычный, который есть, это ребята ночами спят. То есть из нашего хорошего кейса это новогодние праздники. Все отдыхают и едят оливье. Но у крупняка 14 региональных компаний нужно сделать обновление баз 1С. На время обновления этих баз будет недоступен остатки интернет-магазина. И мы на себя полностью забрали эту историю. То есть общались с ответственными по каждому региону. Это же еще и разные часовые пояса. А мы-то работаем 24 на 7. Повесить баннеры, снять баннеры, проверить работоспособность, что после релиза все отлично. Получилось, что мы за неделю новогодних праздников совместно с командой испровели релизы. А ребята из команды разработки отдыхали и ели оливье. И все прям такие типа классно. Нас не будили, нам не звонили. Все работало хорошо. А вот ты говоришь про задачу по обновлению 1С. А это как получается? Это что, у вас разработчики в команде есть или что? Нет, у нас в команде нет разработки. От слова совсем. У нас есть администраторы и конфигураторы. Мы только взаимодействуем с командой разработки. Общаемся. Обновление. Команда разработки 1С делали обновление. А команда разработки непосредственно интернет-магазина в это время отдыхала. Хотя отключение 1С влияло на недоступность некоторых регионов в интернет-магазине. Если кратко, что ты скажешь тому продукт-онеру или руководителю проекта, у которого жесткая ассоциация технической поддержки и разработчику? Ведь ты говоришь, что у нас разработчиков нет, потому что у нас, в принципе, процессы по-другому построены. Мы вообще не про разработку, как я понял. А вот тому продукт-онеру, у которого есть жесткая ассоциация, что техническую поддержку должны делать разработчики. Я, наверное, ему предложу посчитать. Посчитать время разработчиков, потраченное на техническую поддержку. Тоже прям совсем недавний кейс. Команда разработки говорит, мы не тратим время на поддержку вообще. Ой, ладно, там, 5 минут. Делаем выгрузку по алертам. Их получается 100 плюс за месяц, каждый из которого требует зайти в базу, отткнуть кнопочку, толкнуть заказ. 100. Их 100. Мы просто, даже если в очень простой арифметике, 100 умножим на 10 минут и умножим на стоимость часа разработки. Ну вот, а за чей счет гуляем? А за чей счет праздник вообще? Почему фича не выкачана вовремя? И почему счет такой большой? Ничего не понятно. Вот я предложила бы им это, наверное, посчитать. Но вот тот же самый продукт-онер, у меня есть конкретный образ продукт-онера, даже у меня есть конкретные примеры клиентов, потому что мы как раз занимаемся разработкой, мы видим с другой стороны, и продукт-онеры, и наши собственные проект-менеджеры говорят, что, ну, как бы два-три тысячи. Во-первых, это не так много времени занимает, а во-вторых, разработчикам это гораздо проще и быстрее. Зачем я буду удлинять себе цикл, вот этот вот, чтобы вставлять в это звено между пользователем и разработчиками еще кого-то, ведь, ну, типа, у нас очень важный проект, и вот разработчики по-любому быстрее все сделают. То, что ты говоришь, это их ощущения. Здесь помогут цифры. Если мы посчитаем деньги и время, это будет ответом, я уверена, у всех. Деньги и время, потраченные. Не туда. Ты чуть ранее говорила про кейсы, и расскажи, пожалуйста, а реально, вот в реальной жизни, команда разработчиков становится как-то эффективнее, быстрее, не знаю, там, спокойнее, или, ну, это, там, условно, гипотеза? И я даже больше скажу, что команда разработки, которая на старте могла быть против внедрения какой-то там техподдержки, сейчас придут какие-то там бестолочи и будут меня все спрашивать, что мне делать. Это такое первоочередное, да, представление их о нас. Потом очень прекрасно пользуются этими благами. Это, ребята, мы сейчас вот это закончили, выгрузите там остатки, там, поддержка, сделайте то, поддержка, а соберите мне логи, поддержка, а то, ну, то есть, они понимают, что это сокращает их время. То есть он занимает свои задачи, а у него там собраны логи по какой-то проблеме. Устраняются какие-то длинные истории, когда есть какая-то плавающая проблема, и до нее никак не доходят руки, и надо там в моменте смотреть, снимать скриншоты и так далее. И техподдержка, которая 24 на 7, она может это обеспечить. Там 7 дней в неделю, вот там в 3-15 ровно происходит такая вот ерунда, обратите внимание. Все собрали, передали, они такие, точно, это же вот там одна у нас есть штука, джоба, надо ее переписать. Это она. А вот ты говоришь про плавающую проблему, это ты откуда взяла? Это из какого-то фейса или как? Да, у нас есть как раз очень крутой кейс с e-commerce, когда мы зашли на поддержку, да, и задавали вопросы, почему это так работает, почему это так работает, почему здесь там приходит алерт об ошибке, но ошибки на самом деле нет. Мы очень часто слышали ответ, ну, так исторически сложилось, просто не обращайтесь на это внимания, так исторически сложилось. Но когда ты работаешь с мониторингом, и у тебя один мониторинг просто 12 минут в сутки горит красным, это очень сильно триггерит. У тебя же всегда все должно быть зеленым, а тут он 12 минут в сутки, и так исторически сложилось. И стали раскапывать, смотреть, что в этот момент происходит. Раскопали, передали разработку, они такие, да, правда, это вот из-за этого, это устраняемый дефект, круто, мы это там уберем, у нас эти 12 минут будут идентичные остатки во всех регионах, не будет этой проблемы. Ну, просто, пока они не выросли до уровня интерпрайс, для них 12 минут не критичная история. Ну, с 12 минут 10 заказов прошло, там, с чеком 500 рублей, ну, 5000 потеряли, ничего страшного. Но если этих заказов будет 100 в минуту и с чеком 1500, то 12 минут будет критичной историей. Что ты скажешь тем управленцам, которые скажут, что пользователи у нас глупые, ничего не понимают, что мы им 150 раз объясняли, что инструкции они не читают, ну, и так далее? Поскольку у нас в команде знания передаются по процессу, и много человек работает с одними и теми же инструментами и инструкциями, мы как раз пишем, ну, так, чтобы бабушке было понятно. Я не знаю таких пользователей, которые бы у нас каждый раз приходили и говорят, я не понимаю. Один-два раза, и это обучаемая история, не понимать так, объяснили по-другому. Например, на пальцах дополнили инструкцию. Я не сталкивалась с такими пользователями, которые как зомби, от них надо отстреливаться. Все обучаемые, если каждому найти свой подход, наверное. Вот точка B для клиента. Как клиент поймет, что теперь стало хорошо и что раньше было плохо? Чаще всего это хорошо понятно из метрик, которые мы, то есть мы, когда заходим в проект, выставляем метрики успешности нашего присутствия в этом проекте. То есть как ты поймешь, что мы для тебя полезны. Часто на старте это бывают стандартные метрики, например, там, соотношение процента эскалации с L1, там, L2 на L3. То есть насколько часто мы приходим к разработке с вопросами. Но это, как правило, там коррелируется тем, новые кейсы не новые, новая система внедрена, не новая. Первая метрика. Вторая метрика – это наполняемость и обогащение базы знаний. то есть что все новые инциденты, они описываются и они остаются в поле хранения клиента. И третья история – это как раз время, потраченное на реакцию и на время решения конкретных проблем. Понятно, что когда происходит первый раз, там, это час-тридцать минут, а когда это, ну, постоянный какой-то кейс, он занимает, там, пять-семь минут и так далее. То есть это время снижается, ну, до какого-то времени. Потом, понятно, что есть операционная работа, которая занимает, там, семь минут и меньше никак. За пять минут не успеешь. Обычно мы на эти три метрики ориентируемся. Ну, и есть, помимо метрик бизнеса, есть и личное ощущение, что, да, ребят, я там стал спать, я стал отдыхать, я могу уехать за город и, знаешь, что все в порядке. Такой фидбэк мы тоже получаем, что спасибо, спасибо, что вы есть. А на старте они понимают, что им станет лучше? Очень часто нет. То есть в процессе работы они начинают понимать, что реально разгрузились. А какого срока достаточно для того, чтобы ощутить этот эффект? Через две недели становится легче, потому что уходит поток, вот этот поток нескончаемой рутины, мы его переключаем на себя. Но мы сами еще, да, там что-то приходим, уточняем, поток снижается, но прям вот эффекта вау на первом месяце нет. А вот со второго месяца, когда мы уже все знаем, мы все описали, мы это закрываем, ребята прям, да, отмечают и по времени, мы это видим по отчетам, и от ребят видим фидбэк, что да, я там меньше времени трачу, наверное, на эту всякую ерунду. Ты знаешь, у меня, я как пытался построить техническую поддержку у себя внутри компании, да, мы занимаемся разработкой, и у нас, когда мы реально считали все цифры, собирали цифры, у нас никогда эта история не получалась стентабельной. Почему IT-компании, вот те, которые занимаются разработкой, строят у себя техническую поддержку, и что бы ты им сказала? Точно могу сказать, исходя из того опыта, который я уже видела, во внутренних технических поддержках внутри компании, которая находится, не только в IT, кстати. Из-за того, что это команда, которая, как правило, не приносит денег, и не является командой, которая несет основной процесс, которым занимается компания, на нее, во-первых, очень низкий фокус, на нее все время нет из-за этого ресурсов, и результат, который она отдает, он, наверное, как-то не подвергается жесткой критики, то есть, если мы работаем под СЛА, отвечаем деньгами за нарушение этих СЛА, то внутренняя команда, ну, чем она отвечает? Ну, придет начальник, поругается, и уйдет обратно. И тут даже вопрос в самом качестве этой техподдержки возникает. Я вот, например, как руководитель внутренней технической поддержки, у меня сидит 4 оператора. Я их всех, наконец-то, научила, они все, наконец-то работают. И тут один берет и очень сильно ошибается. Ну, критически сильно ошибается, недопустимая ошибка. И я такой, я сейчас его уволю, мне потом нового искать, мне потом нового учить опять. Ну, ладно, ладно, ладно. И эти моменты, наверное, опять же, становятся каким-то непрозрачными, неотчуждаемыми и неявными. Потому что команда, которая несет ответственность репутации и деньгами, она всегда работает и флагмашт. Ну, это мое личное представление об этом. Ну, вот вопрос по поводу репутации. У меня тоже репутационные потери всегда были критичными, но, во всем случае, у меня есть такое ощущение, что у меня есть на этом фокус, но когда у меня была внутренняя техническая поддержка, у меня было такое, что техническая поддержка часто не была загружена. И команды разработки всегда мне объясняли, что эти баги уникальны, что это невозможно передать, что нет, вот в этом случае это точно было, и это вообще там критично, а это надо было мгновенно, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот что ты про это думаешь? Ну, у нас с этим все чуть-чуть проще. У нас нет команды разработки, и техническая поддержка это единственный наш вид бизнеса, которым мы занимаемся. И в рамках этого мы привязаны к улучшению метрик, нашего клиента. А чтобы их улучшать, мы должны действовать проактивно и забирать эти операционные процессы на себя и решать их, и покрывать базу знаний. Поэтому мы проактивно не сидим и не ждем, когда у нас свалятся тикеты, а идем, говорим, отдайте нам это, отдайте нам то, а мы видим, что вы на это много времени тратите, отдайте, 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 пожалуйста, нам. Мы можем. А как вы это видите? Мы видим это в чатах, мы видим это на дейликах, на обсуждениях, что конкретный, например, проектный менеджер раз в день собирает какие-то заказы руками, приносит их в колл-центр и говорит, эти заказы на обзвон, потому что у нас дефектура. кажется, простая операция, у нас есть доступ в CMS, у нас есть доступ в колл-центр, мы можем это собрать, зачем ты, высококвалифицированный проектный менеджер, делаешь эту простую, делегируемую операцию сам, мы можем это делать. Мы часто приходим с предложениями и с вопросами о том, чем мы еще тут можем помочь, можем ли мы как-то там глубже, лучше, сильнее, быстрее снять с вас это, чтобы вы занимались основным видом деятельности. Ну, короче, если вы этого делать не будете, то у вас просто с вами контракт не подряд. Скорее всего, да, ну, то есть, если мы метрики не улучшаем, то как бы, о чем мы сидим тут ровно. Может ли быть такое, что у компании есть эти продукты, а техподдержка на самом деле не нужна? Да, в принципе, такое очень даже может быть. Это бывает в небольших компаниях, это бывает, когда с продуктом работает очень ограниченное количество лиц, типа 2-3 человека, и больше туда никто не придет. Ну, может быть, когда-то он уволится и придет на его место другой, но это будет когда-то. Но не планируется в системе, что будет работать там 40-50 тысяч человек. Чаще всего мы таким компаниям не нужны, у них там своя сильная внутренняя компетенция завязана просто на человеческом факторе. Что скажешь по тем IT-компаниям, которые строят внутри? То есть, есть ли у тебя гипотеза, зачем они строят внутри? И можешь ли ты предсказать и немножко подсветить управленцам этих IT-компаний, а что они получают взамен? Что они выигрывают, что они проигрывают? То есть, у тебя же есть опыт взаимодействия с разными IT-компаниями? Здесь есть несколько на самом деле ситуаций. Первое, и очень часто встречающиеся, которые мне говорят, какая техподдержка. У меня IT-компания, мы собрали разработчиков лучших, они работают, у нас все отлажено. Я же какую-то техподдержку не найду. И это все длится ровно до того момента, пока они не находят эту техподдержку. И не сталкиваются с тем, что техподдержка это еще один отдельный вид бизнеса, отдельный отдел, которым нужно управлять, у которого есть отпуска, зарплаты, болезни, найм, обучение, делегирование, контроль и так далее. И часто, кстати, я слышала, что мы пробовали свою техподдержку открыть, ну, внутри компании, ну и нафиг. Мы вообще, короче, просто от этой темы отказались. Вторая история, кто это делает, но не считает, может быть, убытки и эффективность этих команд. Что могу порекомендовать? Посчитать. Посчитать, сколько времени, насколько они утилизированы, убыточны, не убыточны. И есть еще, кстати, третья история. Это самая грустная история. Когда заявляют в компании, что техподдержка есть, и она 24 на 7, а по факту ее нет. и есть какой-то алертинг, на который подпрыгивает проекты менеджер или девопс, поднимает всю команду, и они тем же составом, что и в 9 утра, сидят и расковыривают какую-то проблему. Это, ну, вообще грустная история. Все уставшие, выгоревшие, не спавшие ночами. Галя, спасибо большое за интересное интервью. Если будут какие-то вопросы, пишите Гале, мы оставим контакт ее в видео. В общем, всем удачи. Пока. Спасибо, Андрей. Было приятно пообщаться. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok